Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. Суббота, конец рабочего дня. Все уже собираются. Я решила пройтись еще раз по чайно-гибридной камеру с собой взяла. Решила вам эту красоту показать. Это просто что-то такое сверхъестественное. Это красавец Максим. Очень красивая чайно-гибридная роза. Крупная. И куст такой хороший. Цветов много. Я не знаю, почему про нее нет отзывов. Таких прям восхитительных. Наверное, не у всех она еще есть. Очень красивая. Листва красивые. Цветок красивый. Набитость бутона такая. Очень такая роза интересная. Еще раз повторюсь, некрасивых роз не бывает. Сейчас на каком-нибудь сконцентрируюсь. Так. Это Аптаун Герл. Но про нее уже несколько раз рассказывала. Чайно-гибридная. Достаточно старый сорт американской селекции. Цвет у нее такой необычный. Мне напоминает она такой вот спелый арбуз. Цвет спелого арбуза. И сам цветок он, ну это не классический чайно-гибридный цветок. Он больше на астру похож, наверное. Красивая роза. Некрасивых роз не бывает. Я очень люблю чайно-гибридные. Мне они очень нравятся. Я просто вот с восхищением на них смотрю. Это такая вот особая каста, как по мне в мире роз. они просто восхитительные. У них у всех разные завороты, разные ароматы, высота. Такие вот они. Общие параметры, конечно, у них одинаковые, но вообще каждый сорт сам по себе это шедевр. Это что-то очень уникальное. Вот. Здесь про каждую можно ходить. Ой. Давно я с камерой не ходила. Планшет легче по весу. Камера все-таки тяжеленькая. Так. Ну, кто тут у нас? Ну, вот это. Это классический сорт. Такая классика, классика. Это Форева Янг. Вечно молодой. Очень красивый такой сочный красный цвет. Очень красивый. У нас сегодня ветер, при этом очень жарко. У нас какие-то странные перемены в погоде. Ночи холодные, а днем очень жарко. И поэтому непонятно вообще, что происходит. Так. Ну, это Чарминг Пиано с такими непонятными то ли зелеными, то ли белорозовыми цветами. Это вот одна ветка. Но сорт начинает набирать популярность. Все-таки люди научились его выращивать правильно, чтобы получить красоту цветка. Конечно, здесь он как бы в полевых условиях выглядит скромно, а уже в саду они действительно, если особенно сажать их два-три, там Чарминг Пиано, Пиано и Пинг Пиано, они хорошо между собой смотрятся. Вообще, когда вот смотришь на массовое цветение чайно-гибридных, то есть они впечатляют, они крупные, они вот именно большие цветы, большие кусты. Не все даже парковые бывают по объему, по мощи, вот такие вот как чайно-гибридные. Так, ну что у нас еще? А, ну вот, модерн арт, ну это вообще, это шедевр. Я прям, я готова про него рассказывать, песни ему петь. Оды, очень красивая роза, просто восхитительная, у него аромат, это вот непередаваемый, это что-то ну прям, я не знаю, прям намешано что-то такое. Там и цитрус, и что-то зелененькое, свежее, прям вот и сладкое, и очень сильный аромат, очень-очень сильный просто вот. И сама роза, вот куст и лист. Вот когда вот такие толстые, большие листья, это говорит о том, что сам куст будет очень крупный, очень массивный. То есть на него нужно очень много воды, его нужно хорошо поливать, чтобы она очень хорошо цвела. А цветов у нее очень-очень много, она такая абсолютно нежадная на цветение. Еще раз повторюсь, полевые условия, здесь собственно никто к цветам особых требований и трепета не испытывает, потому что когда ходят, выбирают кусты на выкопку, на заказы, то есть обдираются эти цветы об нашу спецодежду, несмотря на это, вот они прекрасно выглядят, то есть сорт очень-очень стойкий, очень стойкий. Здесь про каждый сорт, повторюсь, можно петь просто оды. Ну вот красотка Майн Герл, тоже роза, постоянно меняющая свой цвет, ну вот она, смотрите, в середине, вот реально что-то желтое такое, и рядом вот бутон, где в середине розовая пуговка, розовая точечка. При этом огромный букет, это вот одна ветка, тоже очень хорошо пахнет. Чайно-гибридные всегда красотки, всегда. Вот когда облака находят, очень красиво получается съемка, то есть более-менее передается цвет. Это вот Бельвью, красавец, красотка, я не знаю даже как это передать, вот эти вот бархат внутри лепестка, и цвет непонятный, то ли красный, то ли винный, то ли еще какой-то. Очень красивый цвет, и вот такие бутоны распускаются вот в такие цветы. Чем-то на камелию даже похоже. лист красивый, лист красивый, аромат тоже хороший. Мне нравится вот именно цвет, вот этот бархат внутри. Куст становится такой круглый, большой достаточно, у меня дома он растет. Красивая роза. вообще некрасивых роз не бывает. Здесь про каждую можно рассказывать, но если не часами, то каждый минут десять уделить, не меньше. тут уже изрядно есть ряды опустевшие. Сейчас попробую терракоту, если найду, камера должна уловить ее цвет. У нее тоже необычный цвет, очень необычный цвет, который меняется вот именно от погоды. Вот эти вот темные пятна внутри, это вот как вот горячий шоколад, когда шоколад растапливают, вот такой вот цвет, очень красивый. И тоже цветов очень много. Такая абсолютно нежадная роза. Хорошее массовое цветение у нее. Ну вот как-то так. Сейчас опять скажут, что ты нам показываешь. меня вообще так восхищают вот эти вот отзывы. Иногда, когда есть время, начинаю читать там негативные. Мама дорогая, прям люди думают, что я сильно обижусь. Точно нет. Так, а вот это у нас сорт называется Вилаш Десен Терьен Суэкс. очень обильно цветущий чайно-гибридная роза средней высоты. Аромат у нее умеренный, но вот у нее вот этот вот цвет, он прямо аж ядовито фуксивый, на солнце абсолютно не выгорает. Хорошо так она держится. Вот кому нравятся такие цвета, очень рекомендую. такая она тоже из разряда неубиваемых. Странно, почему она в каталогах мало представлена. Хотя сорт очень достойный, кусты хорошие. Вот есть категория покупателей, которые любят именно вот такие цвета. То есть вот она, Веласкес, Сентероял, графиня Диана, вот они вот как-то в одной цветовой гамме и очень как бы пользуются спросом. Прям вот именно они. Ну правильно, если ее к ней подсадить еще что-то белое для оттенения, это будет прям очень-очень темный, прям ядовито-темно-фуксивый цвет. Я, наверное, все-таки тоже устала, у меня как-то уже и речь комкается. Рос много красивых. Будет время, буду обязательно... Ой, хочу цветочек еще показать. Вот она прям вот такая красоточка. Ой, таки заворот внутри какой-то непонятный. И прям вот цветок очень, прям вот сочный цвет, сочный. И лист хороший. Лист такой глянцевый, темно-зеленый. Ну вот пока как-то так. Если будут вопросы, спрашивайте. Будет время, обязательно отвечу. Ну а теперь всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok